Ну а перед началом видео, дорогие друзья, передаю привет у Заруби А4 Ловы и Ермакову Ивану, Кукловоду и Теймо, ну и конечно же Полине и её подругам и Николаю. Привет вам большой, ребята, от меня и передаю пока Никите Васину. И всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Паша, и в этом видео буду гадать на банане бесплатно. По поводу платной консультации можете писать мне в комментариях, так и по ссылке в описании в личные сообщения. Начну с того, что сеанс гадания на банане начинается строго в 2 часа 14 минут. Всё дело в том, что в это время мы наблюдаем всегда наибольшее количество звёзд в небе. Именно они влияют на длину банана в будущем. Банан сам по себе достаточно гадательный фрукт, в отличие от помидоров с огурцами, дорогие друзья. Его специфика заключается в том, что мы можем гадать как и в положительную сторону, так и в негативную. С одной стороны, это даже хорошо, потому что открываются все возможности, но с другой стороны, негатив плохо влияет на тело человека. Про это мне сегодня рассказала кондукторша, когда я ехал в самолёте. Важно понимать одно правило, при запоминании двух правил у вас происходит сбой. У меня был сбой в 14 сантиметров, сейчас мне 12 лет. Теперь начинаем наше гадание под столом, дорогие друзья, время уже 2.14. Берём банан в две ладони и крутим его в руках с закрытыми глазами. Вижу, что 30 декабря в небе произойдёт что-то красное. Что-то наполовину негативное и наполовину положительное. А ещё выпадет синий снег. Ну ладно, дорогие друзья, вот и я погадал на банане сегодня. Огромное спасибо всем большое за сегодняшний сеанс. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Никогда не болейте, храни вас Господь и Аллах. И всем до свидания, всем удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok